В Турцию очень много ездят, украинцев в Турции, 500 тысяч прошло, украинцев в Турции. Есть звонок. Добрый день. Добрый день. Мне кажется, что украинцы уже сточили порядок получения ответств, чаще получают рассказы. Вот это правда, есть у вас какая-то статистика. Я, правда, сама еще не ходила в Турцию, но мне интересно, как сейчас... Украинцы, в какие страны? Ну, например, Сен-Шенген. Ну, а сколько сейчас отказывают? Есть у вас какие-то там, не знаю, ссылки, данные? Или уже хотелось ли отбор там, да? И почему эти отказываются? И для чего? Ну, у нас нет информации по поводу отказа в шенгенских визах, потому что это не наш. Сейчас достаточно удобные сервисные центры, в которых можно подать документы. И прозрачная процедура по поводу отказов. Ну, я знаю, что этот режим не упрощен пока для нас и не ликвидирован. И достаточно долго к этому мы идем, но пока что безуспешно. Процедура подачи документов на визу предполагает подтверждение платежеспособности, подтверждение достаточных доказательств, что это не потенциальный иммигрант. И часто с помощью туристических путевок люди пытаются получить многоразовые какие-то мультивизы, предоставляют недостоверную информацию или ложную информацию о своем трудоустройстве. И это, наверное, самая частая причина отказа в визе, когда консул сомневается в том, что ему говорят правду. В остальных случаях, если все документы, требуемые посольством, консульством другой страны, предоставлены верно, то отказов быть не может, потому что нет аргументов для отказа. Но знаете, как у нас липовые поддельные документы, справки с места работы, какие-то непонятные выписки из банка о своей платежеспособности. Все это вызывает вопросы, а так как поток желающих получить визы большой и вникнуть в ситуацию у каждого консулы не могут, поэтому иногда происходят отказы. Плюс много злоупотреблений есть в компании, которые специализируются на таких не совсем законных... А может быть, через это уже как бы и на осторожность украинцев, потому что много всяких таких вот, да? Вот не так делать, да? То есть уже на наше положение нужно? Ну, знаете как, каждый для себя хочет вымутить что-то лучшее. Извините за такое слово, но очень часто ты хочешь получить там пятилетнюю или трехлетнюю шенгенскую визу, не имея для этого реальных оснований. Реальные основания для получения такой визы – это реальные бизнес-контакты или приглашения твоих партнеров, которые дают для этого почву. У нас обращаются за деньги немалые в туристические компании. Эти туристические компании имеют коррупционную связь с посольствами разных стран, заинтересовывают консулах материально. Это все, естественно, неофициальные какие-то каналы и подают документы, при этом никаких гарантий реальных клиенту они предоставить не могут. И в случае конфликта между этим туроператором и консулом, или в случае внезапной замены этого консула, или в случае, если этого консула кто-то подставил и его приехали проверять, эти клиенты могут получить отказ и еще попасть в базу, после которой им придется менять паспорта, и вообще есть риск больше никогда не получить визу. Поэтому я рекомендую всегда идти какими-то честными, пользоваться честными ресурсами, и в случае, если вы едете в туристическую поездку, не надо пытаться из этого сделать что-то другое, получить бизнес-визу и сразу решить все вопросы на ближайшие годы. Хорошо, спасибо. Нет, за что. Мы немножко подходим к концу. Несколько вопросов с сайта. Популярна ли Украина сейчас для иностранцев, много ли жителей других стран приезжает к нам, и что чаще всего смотрят? Пока что у нас по сравнению с 2013 годом, 2012-2011, падение практически вдвое по въездному туризму. У нас произошла диверсификация въездных потоков. Раньше это было до 70, а в некоторых регионах до 90% граждан РФ. Сейчас это в основном внутренний туризм порядка 70%, 30% это объездной туризм. Большинство из них это граждане Белоруссии, Молдовы, Турции, Польши, соседних других стран. Из Западной Украины, из Северной Америки, из Азии у нас туристов не так много. То есть их всех можно, иностранных туристов, наверное, вместить в 10% общего объема иностранцев. Мы работаем над совершенствованием статистического анализа, потому что многие годы статистика в туризме была больше формальностью, чем реальным каким-то инструментом аналитики. И, к сожалению, обманывают все друг друга. Из этого нет у нас объективной картины, потому что туроператоры, турагенты отчеты свои заполняли по формальному совершенно признаку. Из них невозможно вообще определить, кто у нас был. Поэтому наиболее достоверные данные – это данные пограничников о пересечении иностранцев и границ. И на пересечении – это не туристы, не всегда туристы. У нас очень много приграничных территорий. Там Молдова, Белоруссия, Польша, где жители соседних городов просто ходят каждый день туда-сюда, и они тоже попадают в эту категорию. Поэтому можно сказать, что у нас развиваются из других иностранных государств отношения в плане туризма активно с Турцией, с Польшей. Мы с 20 июня вместе с Министерством иностранных дел добились запуска пилотного проекта по выдаче виз китайцам по прилету в аэропорту Борисполь. Китайские туристы сегодня – самые быстро растущие нации в плане туризма в мире. И они путешествуют с каждым годом на 30% больше, чем в предыдущем году. При этом они тратят колоссальные деньги на путешествия, и на шоппинг, и на развлечения в других странах. Настолько большие, что еще 10 лет назад китайцы путешествовали всего порядка 20 миллионов человек и тратили 20 миллиардов долларов, а в прошлом году эта цифра составила 149 миллионов китайцев и 292 миллиарда долларов, потраченные за рубежом. Поэтому многие страны либерализируют свою визовую политику для китайцев, и Украина тоже не отстает. Мы пытаемся их привлечь. Также другие страны потенциально интересные, как Индия, Корея, Сингапур, Иран, Редневные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Кувейт. У нас очень много потенциальных рынков, которые, к сожалению, почти ничего не знают об Украине. И наша основная функция – это системный маркетинг и представление Украины за рубежом. Потому что информационный фон о нашей стране, кроме негативного информационного пространства, к сожалению, отсутствует. У нас нет ни рекламы. За последний год нашего существования в Министерстве экономики мы представили Украину на всех главных международных выставках. В Лондоне, в Берлине, в Барселоне, во Франкфурте, в Мадриде, на киевских выставках. Это обязательный элемент маркетинга, потому что если страны нет, представленной на этих выставках, где есть все страны, значит, этой страны нет на туристической карте мира. И это должна быть системная работа, которая обеспечивается государством. Пока что все, что мы делали, мы делали с нулевым финансированием за счет привлечения частных компаний, партнеров и иностранных доноров. Но это недостаточно для государственного уровня. Две недели назад мы провели в Украине впервые за всю историю независимости конференцию Всемирной туристической организации, на которой принимал участие генеральный секретарь этой организации, плюс Европейская туристическая комиссия, ряд европейских стран. Она была посвящена брендингу территории. Брендинг территории – это важный... Кстати, пресса практически не прореагировала вообще на это событие, несмотря на то, что это high level в мире туризма, это как Евровидение, например, в сфере музыки, так как подобная конференция под эгитой Всемирной туристической организации в Украине. Мы для других стран и для Всемирной туристической организации продемонстрировали то, что Украина многообразна, в том, что в Украине есть разные туристические локации, дестинации, но нам необходим маркетинг. Нам нужна информация, системная, комплексная, которую мы сможем донести до этих иностранных гостей, которых мы хотим видеть. Нас не знают. Нас не то, что там боятся или специально не едут. Нас просто нет в информационном поле. Вы сказали, что виза для китайцев сколько на поезд стоит? Виза для китайцев стоит, как и любая другая виза. У нас одна из самых, к сожалению, непривлекательных ценовых политик виз. Наши визы разовые стоят 85 долларов, не считая всех расходов на ее получение, в случае, если это, например, Тайванд. Таец должен попасть в наш консульство в Бангкоке, 16 дней подождать, пока им выдадут визу, заплатить консульский сбор. Вот разовая виза туристическая стоит 85 долларов, двухразовая стоит уже 160. А если это многоразовая, то это еще больше. И в случае, если это срочное оформление, то виза выходит почти под 400 тысяч долларов. Ну, не дешево, в зависимости. Да, чтобы приехать в Украину, нам надо очень хотеть. Вот еще один вопрос, не знаю, Ваша ли компетенция. Несколько месяцев назад был скандал, когда сотрудники киевского митрополитена получали путевки в Крым. Насколько это сейчас законно? Можете ли это прокомментировать? Сейчас есть закон, который запрещает реализацию путевок на оккупированную территорию. И Служба безопасности Украины сейчас контролирует вообще туроператоров. И у нас уже было три обращения по аннуляции туроператорских лицензий компаниям, которые имеют бенефициаров российского происхождения или которые осуществляют такие продажи. Здесь достаточно, знаете, тонкий лед, потому что очень сложно доказать то, что продают. Потому что туристический продукт, во-первых, он разнообразен. Туристические операторы продают все. И сегодня все, что связано с Крымом, конечно, вызывает много вопросов, потому что есть украинцы, есть украинские патриоты, которые стали заложниками этой всей ситуации. И когда люди туда приезжают, потому что у них там остались семьи, и они, грубо говоря, разрывают. У нас даже мой коллега, руководитель департамента развития территории в Министерстве аграрной политики. Он сам крымчанин, и он и его семья вынуждены были перебраться в Киев, но у них осталось там жилье и так далее. И понятно, что они живут вот так теперь на две территории. Продавать путевки в Крым мы, разумеется, не рекомендуем, но, знаете, вот Служба безопасности Украины у нас требует аннуляции лицензии для таких компаний, а затем мы должны аргументировать и доказывать, что действительно эти компании продают такие услуги. А это сделать не всегда легко, потому что в туристическом бизнесе очень много услуг и очень много компаний, и посредников, и что-то доказать очень сложно. Ну и крайний вопрос, работает ли сейчас та часть Артека, что уехала из Крыма? Работает ли? Работает ли, да. Ну, есть Артек Буковель, насколько это, да, но, по-моему, они не имеют прямого отношения. Не в курсе я. Ясно, спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо. 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 Спасибо.